Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Орелин, я француз и я учу русский язык. И до сих пор я посетил Россию два раза. Первый раз я посетил Питер и Москву. И во второй раз я посетил Екатеринбург, Казан, Нижний Новгород и снова Москву. И в этом видео я хочу поговорить о моих впечатлениях о России. Именно о том, что шокировало меня в России. И я буду жестоко честен с вами. Вот, и давайте начнем. Первая вещь это, что я не мог пить воду из-под крана. Окей, 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 я не жил в современных зданиях. Поэтому там, поэтому в здании не было фильтра. И мне надо было либо купить воду в магазине, либо копятить ее или пить чай. И да, это шокировало меня, потому что на протяжении всей моей жизни я пил воду из-под крана. И я никогда не думал, что в России, особенно в больших городах, я не мог пить воду из-под крана. Что она загрязнена? Ну ладно, хорошо, я не умру от этого, но это не рекомендуется. И по моему мнению загрязнение является большой проблемой в России. И, к сожалению, это большая проблема всем мире. Метро Москвы. Метро Москвы просто очень, очень красивое. И оно не пахнет мучей, как метро Парижа. Ну, честно говоря, в московском метро слишком много людей. Но это нормально, это же метро. И на самом деле я посетил московское метро, как типичный турист. Да, я почти был в каждой красивой станции, как типичный китайский турист в Москве. И, кстати, в Москве они везде. Состояние автобусов и зданий в Екатеринбурге и тоже немного в Нижнем Новгороде. Да, когда я приехал в Екатеринбург, да, мне просто было немного страшно в автобусах и даже немного в трамваях. Потому что я не знаю, как объяснить это, но они просто выглядят очень старые, по моему мнению. И вот. И так, как будто они скоро развалятся. И я не понимаю, почему никто не ремонтирует внутрь здания или просто покупает новые автобусы. По крайней мере они крепкие. Я не знаю, ли долго они проработают, но честно говоря, я не хочу знать. Не хочу. Но на самом деле мне очень понравилось Екатеринбург, но не знаю, как объяснить это, но я просто увидел там самые странные вещи в моей жизни. Но это как все мемы, мем, мем, а Россия произносит в Екатеринбурге. Но мне понравилось это. Разница между Москвой и другими городами в том, что Москва и на самом деле также Питер очень развитие города. Я имею в виду, что центр Питера и Москвы очень богат, и в других городах это просто не так. И честно говоря, я не знаю, почему есть такая большая разница, но я ее очень сильно чувствовал, когда я был в Москве после всех этих городов. Ну да, это правда, что Питер и Москва это другая Россия. По моему мнению в России люди очень мало жалуются. И это прекрасно, это офигенно, это очень хорошо, потому что во Франции мы всегда жалуемся. И это как национальный спорт здесь, это кошмар. И я же не знаю, повезло ли мне было, когда я был в России, но я встречал очень-очень-очень добрых людей. Просто, например, когда я жил в общежитии, я говорил с бабушками, которые жили там. И вот сначала это не было страшно там, и потом мы говорили, 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 и все было хорошо. И я почти могу жить там сейчас. И люди я встречал, по моему мнению, очень положительные, и я очень сильно уважаю это. И еще одна вещь, которая очень сильно шокировала меня, это что некоторые студенты платят своему учителю, чтобы получить своему степень. И, к сожалению, я не могу заплатить, чтобы забавно говорить по-русски. Да, мне надо работать. Ну, сначала, когда мне рассказали об этом, я подумал, что это была шутка. Да, что можно платить, чтобы получить своему степень. И это не была шутка. Потому что просто другие люди из других городов сказали мне это. И, конечно, я не хочу звучать слишком плохо, но это просто некоторые вещи, которые я не подумал происходят однажды в России. Потому что я просто очень любил свои боецки по России. И сейчас я только что хочу путешествовать опять. Ну вот, это не все вещи, которые шокировали меня, шокировали меня. Ну вот, я буду делать часть 2, вторая часть. И вот, ну сейчас это все для этого видео. Мои дорогие друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И, друзья, до скорого. Увидимся. Бай-бай. Ну вот, я иди сюда чудеса. Увидимся варенья